Кино в Ливане сегодня день трауры, жертвами взрывов в Беруте уже стали 100 человек, больше 100 человек, около 4000 пострадавших, причем 60 человек из них находятся в критическом состоянии. Власти Ливана говорят, что эта цифра может увеличиваться, потому что продолжается разбор завалов, и под этими завалами могут еще находиться люди. А жуткие кадры самого взрыва уже сравнивают с архивными съемками, сброшенных на японские Хиросиму и Нагасаки атомных бомб в августе 45-го. Но это не сброшенная бомба, как заявил глава местного МВД. Взрыв в Беруте произошел после детонации аммиачной селитры или нитрата аммония, который хранился в контейнерах на складе. И только вслушайтесь, в каких объемах больше 2500 тонн. Вообще вызывает вопросы, в каких условиях это все хранилось, потому что только сейчас на этот склад решили заварить доступ, и как раз эти сварочные работы могли спровоцировать взрыв. Есть такая версия. Интересные детали еще, откуда этот нитрат аммония вообще на складе. Еще в конце 2013 года было задержано судно, капитан которого это хабаровский бизнесмен. И это как раз судно перевозило такой опасный груз селитру из грузинского Батуми в Мозамбик. Вот ливанские инспекторы корабль задержали. Сам бизнесмен бросил экипаж, говорят, сейчас он живет на Кипре, а вот морякам пришлось еще какое-то время провести в местной тюрьме. Но моряки рассказывают, что еще на корабле ощущали себя как на проховой бочке по соседству с таким опасным грузом. И вообще кадры последствий взрыва их опасения подтверждают, потому что берут, выглядит как после какой-то катастрофы, все в густом слое пепла, вой сирен, пожарных сигнализаций. Рядом с эпицентром взрыва вообще просто сплошные руины. На расстоянии нескольких километрах не просто выбиты окна, а даже оторваны балконы от стен, треснули сами стены, перекрытия. Не спасало, кстати, людей даже то, что они находились в помещениях. Взрывной волной, такой начиненной осколками стекла, их просто сбивало с ног. Вообще власти говорят, что половина города точно пострадала и уже оценивают ущерб практически в 5 миллиардов долларов. И более того, около 300 тысяч человек были вынуждены сегодня ночью покинуть свои дома, потому что в них просто опасно было находиться. Местные телеканалы призывают жителей издавать кровь для раненых, а пострадавших все больше. Дело в том, что это не только просто раненые осколками стекла, но и при взрыве селитры выделяется такое вещество, которое отравляет дыхательные пути, также может вызывать нарушение работы сердца. При этом помощь оказывать практически негде, потому что больницы переполнены, и переполнены они были еще накануне заболевшими коронавирусом, поэтому принимать пациентов приходилось даже на полу. По своей стиле этот взрыв был равен землетрясению магнитудой в 4,5 балла, и взрывная волна дошла даже до острова Кипр, который находится на расстоянии 250 километров от берегов Бейрута. В порту вообще же просто разбросало контейнеры железные, как спичечные коробки.